БИИСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ Волейбол, баскетбол, настольный теннис и многое другое. Спортивный комплекс появится в Бийске. Больше спортивных игр, меньше интернета. Современную детскую площадку торжественно открыли на улице Калинина. Итак, мы начинаем. Бийчане хотят тепла. На Алтай, как сообщают синоптики, пришло похолодание. В ближайшее время в некоторых районах региона вообще ожидаются заморозки. В квартирах становится уже прохладно, поэтому сегодня уже многие заговорили о начале отопительного сезона. Но речи пока о нем не идет. В целом, рассказывают специалисты отдела энергетики и газификации, к запуску тепла ресурсоснабжающие компании Бийска уже готовы. Проведены плановые ремонты сетей и оборудования. На Бийской ТЭЦ запасы угля превышают норму. Управляющие компании и ТСЖ тоже докладывают о своей готовности. Горячими батареи в квартирах бийчан станут после распоряжения главы города. Обычно такой документ подписывается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура составляет 8 градусов. Отметим, что в прошлом году отопление дали 21 сентября. Счета за электроэнергию в этом месяце будут выше обычного. Это связано с тем, что некоторые бийчане замерзают и поэтому им приходится пользоваться обогревателями. Как показал наш сегодняшний опрос, уже сейчас часть жителей Наукограда с нетерпением ждут начала отопительного сезона. Я считаю, пока что рано. Потому что, как обычно, включится отопление, наступит жара и все опять будут орать, что в квартирах жарко. У каждого свое мнение. Ну вот у вас какое? У вас какое мнение? Мне не надо пока. Ну вообще-то мы живем в частном секторе, а вам пора бы. Внуки замерзают. Вот так у отца приходится. Ну электрические отопители надо включать. Это же у нас лишние деньги. Ну там, правда, тоже дорого. Отопление. Ну, во всяком случае, я за то, что включили. Не знаю, как прогноз. Все время меняется. Ночь холодная. В принципе, холодно. У кого маленькие дети, я думаю, да. Взрослые еще могут потерпеть. А финансово отразится это как-то или нет? Если уже сейчас, например, включить. Ну, естественно, наверное. У кого-то счетчики, те начнут платить. А вот у нас круглогодично. Да к нам бы все равно. Я, честно говоря, в общем-то, еще пока не мерзну. Детей у меня маленьких нет. Вроде неплохо. Дома носочки теплые одеваем, одеялочком прикрываемся. Вроде неплохо. Но в целом не знаю, конечно. У кого как. У нас круглогодично мы платим за отопление. Поэтому мне, честно говоря, без разницы, включат или нет. Другим людям я уже тут не знаю. Каждый судит сам по себе, по своей температуре. Ой, я думаю, пора включить отопление, потому что температурный режим на улице оставляет желать лучшего. Люди мерзнут, дети болеют в школах, в детских садах, не ходят на секции. Наверное, все-таки простывают. Пора нам уже погреться. Скажите, а финансово как-то, например, то, что платить раньше придется, если, например, сейчас включат? Знаете, вот у меня сейчас заболел ребенок, и я что за отопление заплачу, что, в принципе, ему на лекарства у меня деньги уйдут одинаково. Такая разница, все равно платить. Сейчас платить или после. Другое дело, сколько платить, это уже отдельная тема. Алтайский край по-прежнему в конце списка. Росстат подвел итоги по уровню зарплат в России за первое полугодие этого года. По данным ведомства, средняя зарплата в нашей стране составляет 42 555 рублей. Жители нашего региона получают на порядок ниже. Самые низкие зарплаты у жителей Алтайского края в среднем 24 402 рубля в месяц. Чуть больше получают в Карачаево-Черкесии, Чечне и Ивановской области. А вот самую высокую зарплату получают жители Ямало-Ненецкого автономного округа. В среднем там она составляет 100 тысяч рублей. На втором месте в рейтинге идет Чукотский автономный округ 98 тысяч. А вот самой прибыльной в России является сфера воздушного и космического транспорта. В этой отрасли россияне в среднем получают 161 тысячу рублей в месяц. Тем, кто добывает сырую нефть и природный газ, платят в среднем 123 тысячи рублей. Бейчанин подозревается в распространении синтетических наркотиков. При личном досмотре, проведенном в присутствии понятых, у задержанного был изъят порошок, а также электронные весы и около десятка небольших полиэтиленовых пакетов с рельсовой застежкой. Вот это для чего? Что? Упаковочный материал. Что это такое в белом пакетике? Я не знаю, вот эти, вот сфасованные. Я это все развернул, пересыпал вот в один. Зачем? Ну? Зачем ты не хотела? Ну что, зачем? Чтобы не висеть. Куда? А висе откуда? Висе забрал я в пациенту. Для чего? То, что забрал и все. 32-летнего бейчанина задержали полицейские Бейска совместно с представителями Росгвардии. Выводы экспертов-криминалистов межмуниципального управления МВД России Бейска показали, что изъятый порошок – это наркотическое вещество. Его масса составила больше трех граммов, что является крупным размером. По данному факту сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Сейчас подозреваемый арестован. Все изъятое приобщено к материалам уголовного дела. Информационная программа «Будни» мы продолжаем. Смотрите далее в выпуске. Волейбол, баскетбол, настольный теннис и многое другое. В Бейске обсудили строительство нового спортивного комплекса. Больше спортивных игр, меньше интернета. Современную детскую площадку торжественно открыли на улице Калинина. АЭС Финанс. Тариф единый. 13% годовых. Теперь на 5 лет. Инвестируй в будущее. Звоните 255 025. На мясоперерабатывающее предприятие срочно требуются обвальщики мяса. Оплата сдельная, высокая. Обращаться. Информационная программа «Будни» мы продолжаем. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс появится на карте Бейска. В планах городских чиновников возвести спортивный объект рядом с кадетской школой. Однако, пользоваться им смогут не только учащиеся. Занятия будут проходить для всех желающих. Здесь будут строиться и многоквартирные дома. Стоит задача этот район окончательно богоустроить, застроить многоквартирными домами. Ликвидировать все старые постройки, К-9, древенчатые дома, которые на сегодня и не богоустроены, и не соответствуют никаким нормативам. Я думаю, через 2-3 года этот район будет совершенно по-другому выглядеть. И строительство как раз физкультурно-оздоровительного комплекса придаст еще дополнительный вид этому району. Он в частности еще и богоустроится. Почему мы решили привязаться к этому району? У нас здесь свой зал борьбы, греко-римской борьбы. У нас получено свидетельство на землю в этом районе. Вот решили попробовать построить здесь, в этом микрорайоне. Хотя потребности есть и в других микрорайонах, но в этом более нужны в данный момент. Новый физкультурно-оздоровительный объект должен дополнить комплекс спортивных сооружений района, стадион «Юбилейный» и бассейн «Дельфин». Здание планируется возвести на территории кадетской школы по улице Разина. Однако строительство начнется не раньше будущего года. Сейчас представители управления капитального строительства, архитектуры, культуры, спорта и молодежной политики, а также проектировщики рассматривают варианты размещения объекта на участке. По словам чиновников, до конца 2018 года необходимо согласовать проектно-сметную документацию. Добавим, что комплекс будет состоять из спортивного и тренажерного залов общей площадью около 1500 квадратных метров. В числе секций будут в баскетбол, волейбол, мини-футбол, настольный теннис, а также гандбол. «Кроме того, все это рассчитано на обслуживание и возможность занятия спортом инвалиды всех четырех групп, включая и детей, и инвалидов на колясках. Поэтому все вот эти условия там предусмотрены». Больше спортивных игр, меньше интернета. В Бийске появилась еще одна современная детская площадка. Построили ее в частном секторе в районе переезда на улице Калинина. Инициативу местных жителей поддержали предприниматели и депутаты. О том, что из этого получилось, расскажем прямо сейчас. Радости детей нет предела. Теперь у маленьких жителей Наукограда в этом районе появилась своя. Современная и многофункциональная площадка. Здесь можно не только качаться и кататься, но и заниматься спортом. «У них появилось место, где можно встретиться, поиграть. И вон, оказывается, сколько их много. А я не в курсе была». «Ну, мы очень довольны, потому что наши друзья, ну, мои друзья, мы часто катались на вельках, и в последнее время нам становилось все скучнее и скучнее. А благодаря дяде Виталию и нашим родителям мы теперь можем здесь бегать, играть, веселиться и с друзьями общаться, а не сидеть в компьютерах». «Будем надеяться, что будет поддерживаться. Здесь все порядок, чистота, не разломается ничего. Спасибо всем, кто помог». Инициатором создания детской площадки стал Виталий Клименко. Именно он взял в свои руки все организационные вопросы. Разговаривал с жителями, вел переговоры с предпринимателями и депутатами. Вот так совместными усилиями при содействии городской администрации в частном секторе появилась своя – витаминка здоровья. «Очень весело здесь у нас. То есть задышало, с детьми запахло, можно так сказать. Но цель была какая у нас? Первое – это чтобы все детишки друг друга знали, объединились. Единение, здоровье, меньше интернета. Ну и, соответственно, больше спорта. Ну и вот такая коллективная игра. То, что они сейчас играют, то и делают». Детская игровая площадка обошлась в полмиллиона рублей. 300 тысяч в строительство вложили сами жители поселка. Еще 50 на установку ограждения добавил депутат Алтайского краевого законодательного собрания Андрей Абрамов. «Не первая площадка, которая открывается на моем избирательном округе. И я всегда рад поддержать тех людей, которые проявляют инициативу, которые не сидят, не ждут, что кто-то придет, что-то сделает им. Начинают делать дело». Оборудование детской площадки очень качественное и, что самое главное, безопасное. Его заказывали в Барнауле в специализированной компании. Там тоже пошли навстречу, и все элементы были куплены по ценам прошлого года. Подготовить основания и произвести отсыпку для установки помог депутат городской думы Константин Белый. «Конечно же, надо брать пример с, как говорится, этого вот места, и другим жителям не только на этом округе, но и в целом в городе. А мы будем помогать, насколько это возможно». В день открытия «Витаминки здоровья» состоялся настоящий праздник. За него отвечали студенты Бийского педагогического колледжа. Будущие педагоги сами подготовили программу и развлекали детей. Неподдельный детский смех здесь не смолкал до самого вечера. «Давай, спать, держи! Прямо, прямо, прямо!» На этом жители поселка останавливаться не собираются. Планы у бичан поистине грандиозные. Рядом с уже созданной площадкой они намерены построить хоккейную коробку. И в том, что у них все получится, нет никаких сомнений. Алена Кисеева, Евгений Плохотин и Ванзяблицкий. Будни. Чук-чук, чук-чук, паровозик! Овощи с грядки пошли в ход. В спецбиблиотеке Бийска прошла ежегодная выставка «Праздник урожая». Члены Всероссийского общества слепых смастерили оригинальные поделки и угощали друг друга своими фирменными закусками и выпечкой. Горячие бутерброды с кабачками, фаршированные блины, пироги с яблоками и капустой. В день выставки столы буквально ломились от угощений. Инвалиды по зрению не только подчевали друг друга различными вкусностями с огорода, но и делились секретами приготовления своих фирменных блюд. Каждый год на выставке присутствуют необычные сорта овощей и фруктов, а также оригинально поданные блюда. Например, в этот раз праздничный стол украшал салат в виде ежа. Основой приготовления которого была морковь. Кроме того, на празднике урожая бельчане с ограниченными возможностями здоровья сами участвовали в тематических сценках и конкурсах. Так, сказка «Репка» была подана зрителю в новой юмористической интерпретации. Отметим, что такие мероприятия проходят в Бийске уже больше 20 лет. «В этом огороде говорят об одном из них». Эта выставка дает для наших читателей, инвалидов, членов ВОЗ почувствовать себя востребованным. То есть почувствовать себя наравне со здоровыми людьми, что они тоже могут и умеют все. Наравне со здоровыми людьми. Продолжение следует... Магнитосфера возбужденная. И о температуре ночью плюс 2, плюс 4, днем плюс 5, плюс 7. Что ж, это все новости на сегодня. На этом я с вами прощаюсь и желаю вам приятного завершения этого вечера. Будьте здоровы. Ну и, конечно же, друзья, несмотря ни на что, улыбайтесь чаще. И мы напоминаем, что выпуски информационной программы «Будни» доступны в социальных сетях, в группах «Бийск мой город», а также на Ютьюбе. Всего доброго, счастливо, пока еще увидимся. Редактор субтитров А.Семкин